привет друзья сегодня мы с вами приготовим легенду французских соусов это базовый соус коричневый мясной называется жюлье на его основе можно приготовить огромное количество вариаций других соусов для ваших стейков баранины курятины и так далее они было упомянуто еще в 16 веке в поваренных старинных книгах и сейчас я вам процитирую фрагмент из поваренной книги 17 века вот что о нем написал автор рецепта этот соус настоящее волшебство рожденный из кухонных отходов почти в каждом трактире где подают вкусную еду на кухне над огнем висит огромный чан с водой в течение двух-трех дней повара бросают всяческие обрезки кости от кролика сереньги ягненка и говядины потроха кости обрезки курей гусей и фазанов очистки и остатки всяких овощей все что непригодно для супа и жаркова через два дня варки шеф щедро заливает сие сухим вином и портвейным а в лучших трактирах еще и коньяком закладывает пряные травы и еще через день все это варево процеживают и мы получаем настоящее чудо соус жю о как же он был хорош сегодня с моим печеным ягненком 1725 год со временем французские повара стали обжаривать кости и овощи не просто их бросать в кипящую воду как это делали еще в 16 веке для того чтобы придать цвет и усиленный вкус и аромат нашему соусу на основе жюлье был создан соус демиглас который готовили при французских королях единственное что они заменили ассорти костей и мяса из разных скажем так птиц ягненка и тому подобного только на говяжьи кости и обрезки давайте и мы приготовим соус жюлье большое количество ингредиентов и специй но всего все начинается вот у меня кости здесь в среднем 3 килограмма 600 грамм сейчас мы должны их поставить в духовку на 160 градусов в среднем где-то на час для того чтобы коллаген который находится в костях и в мясе перешел в состоянии желатин именно желатин даст окончательную густоту нашему соусу кости должны подрумяниться должны быть приятно золотистого оттенка и чтобы они не подгорели потому что если кости подгорят они дадут горечь прошел час наши косточки поджарились вот посмотрите какие не должны быть больше не нужно видите они так приятно румяненькие такие коричневые все не нужно доводить их до черноты сейчас наша задача слить жир при приготовлении соусов жир наш враг если вы не сольете жир то ваш соус получит такой слегка мыльный оттенок для того чтобы сварить такое количество костей мне нужно конечно кастрюли побольше но у меня на кухне их нет поэтому я буду использовать обычные бытовые кастрюли это 6 литровые кастрюли и я разложу кости в две кастрюльки кстати приготовьте себе горячую воду потому что когда мы сейчас будем кости убирать здесь останется мясной сок его надо разбавить и тоже залить туда в принципе не важно каким образом и какое соотношение вы положите потому что все равно в итоге бульон из двух кастрюль мы с вами объединим в один вот видите вот это самое ценное просто залейте горячей водой и дайте постоять пару минут потом все это богатство мы с вами сольем кастрюлю я использую две кастрюли еще потому что впоследствии мы будем туда вводить овощи вот посмотрите к вот такое количество овощей у нас будет с вами поэтому все таки нам нужно место количество воды определяйте сразу правильно не нужно потом доливать многие предлагают долить холодную воду во время варки нет 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 вспомните принцип холодца наверняка у вас и были такие ошибки что вы варили холодец и в какой-то момент он плохо застывал а потому что вы добил отливаете холодную воду и вы нарушаете клейковину поэтому вот у вас есть четкое количество костей в данном случае у меня практически будем считать 4 килограмма до на каждый килограмм ваших готовых обжаренных костей два с половиной литра воды и все и мы будем все это уваривать с вами не доливая больше холодной воды видите как выглядит все это очень даже привлекательно мясной сок это настоящее богатство для нашего соуса ни в коем случае не надо выбрасывать и сразу мыть ваш противень почистите его от сока видите смотрите какого цвета уже вот аромат какой великолепный у меня здесь в среднем получилось по кило 800 костей я налью сюда четыре с половиной литра воды в каждую не нужно заливать ее горячей водой потому что горячая вода запечатает нам мясо и она будет плохо скажем так отдавать свою клейковину поэтому лучше залить его холодной водой и так чтобы температура поднималась постепенно вот в среднем где-то у меня здесь четыре с половиной литра набираем сюда тоже четыре с половиной литра ставим на огонь доводим до кипения снимаем шуму и каждый раз снимайте жир как только ваш бульон как ваши кости только закипят сразу снижайте температуру и так чтобы кости у вас медленно варились не томились не стояли в кипятке а вы именно варились но и сильно не кипели ставим на огонь ну вот посмотрите вода начинает закипать вот это все нужно снимать и убирать кстати по поводу этого замечательного соуса почему именно его я предлагаю сделать а не деми глаз дело в том что деми глаз как вы помните я уже вам рассказал там только говяжьи кости овощи запеченные овощи говяжьи кости по моему мнению он слишком скажем так однобоки у него очень хорошо выражен в запах и вкус говядины в отличие от этого соуса здесь как вы как помните несколько разновидностей костей и мяса и поэтому он получается по амплитуде скажем восприятие гораздо шире и интереснее ну например вот вы кушаете стейк это же говядина хорошо выражены и соус у вас прям говядина говядина но как-то это совсем не интересно примитивно а вот согласитесь что соус который не обладает сильно выраженным вкусом говядины будет гораздо лучше скажем так как говорит мой сын заходить и так еще один момент зачем нужен этот соус вы можете его использовать вместо бульонных кубиков мы все покупаем бульонные кубики но за исключением меня и моей семьи потому что мы уже не делаем этого много много лет бульонные кубики они называются бульоны но на самом деле никакие они не бульонные там мясо нету там есть только животный жир там крахмал загустители различные эмульгаторы очень много соли красители вкус вот этого мяса это фактически духи которые делаются на химических заводах и поэтому бульонный кубик это зло от него надо отказываться в конце видео я вам покажу каким образом хранить этот соус вы его разольете форму плоскую когда он застынет нарежете кусочками грамм по 70 по 50 замотаете его в кулечке и положите в морозилку он у вас там будет лежать минимум полгода а то и год когда вы варите борщик достали кулечек развязали бам положили в тушите картошечку положили делаете плов положили этот соус он заменит вам полностью бульонные кубики при этом он будет и полезный потому что желатин очень полезен для человека для наших суставов для наших костей вода закипела делаем температуру тише кастрюля должна быть открытая включайте свои вентиляторы открывайте окна так чтобы вода выпаривалась нам нужно этот соус уварить хорошо теперь мы оставляем наш бульон вариться на три часа через три часа мы с вами приготовим овощи я покажу каким образом и положим их тоже в наш бульон и будем варить еще дополнительно два часа бульон ни в коем случае не солим потому что соль разрушает нашу клейковинность и наш желатин дело в том что это базовый соус и вы будете солить перчить добавлять фантазировать с ним после того как он будет готов в настоящий момент это основа кроме овощей и вина и вот специи которые у меня представлены больше в нем ничего не будет прошло у нас почти три часа вот посмотрите в каком состоянии наш с вами бульон уже достаточно хорошо уварился сейчас я попробую пахнет великолепно и губы липнут друг к другу моя боевая сковородка 20 лет ей у нас ресторане их было таких штук 20 и когда я закончил свою поварскую карьеру я взял себе одну сковородку на память пить и какой нагар сумасшедший сколько на ней было всего приготовлено она просто неподъемных стальная толстая очень тяжелая исключительная сковорода вот посмотрите молодые хозяйки вы видите какая она черная это ведь сталь то есть если я ее сейчас помою она будет опять белая но я этого делать не буду потому что именно вот этот цвет за многие годы дает этой сковородке невероятное качество вот если вы положите мясо кусок стейк или же курочку что такое во первых она не прилетит во вторых у нее будет отличный вкус итак мы сейчас будем на ней делать наши овощи будем их жестко гриловать так чтобы они получили тоже цвет и раскрыли свой аромат овощи сильно мелко нет необходимости резать учитывая что они будут у нас вариться в бульоне и вывариваться практически в труху я добавляю совсем немножко чуть-чуть оливкового масла и вот кисточкой вот так вот его распределите по сковородке закрываем крышкой под крышкой они лучше прогрелуются если грибы слегка подчернеют это не страшно вот если мясо подчернеет то оно даст горчинку а овощи тем временем подготовим другие овощи сковородка такая тяжелых что с ней не забалуешь убираем делаем опять по тому же сценарию смотрите-ка совсем буквально пол чайной ложечки наши овощи будут гриловаться закрываем крышкой они быстрее дойдут корень петрушки возьмем небольшой кусочек корня сельдерея сельдерея много не надо у него очень выразительный вкус и аромат поэтому у нас в нашем соусе все должно быть гармонично вот то что нам нужно этот цвет овощей передастся нашему соусу лук порей чуть-чуть масла 2 красных луковички 1 у нас с вами будет большая белая луковица головку чеснока ничего не чистим как есть делаем как в старом французском трактире ручок аромат какой баночку томатов часть я доведу их до кипения чтобы они выдали немножко нам аромата и вкуса и все сюда 250 грамм сухого вина красного и крепленого вина модеры или портвейна вот так так наши помидоры готовы мы можем их заливать в наш бульон сюда же мы ложим овощи наш бульон достаточно хорошо уварился теперь мы можем принципе все это объединить в одну кастрюлю и наливаем наше вино из двух кастрюли у нас с вами получилась одна большая давайте положим наши специи я положил сюда пучок тимьяна пару листиков лаврового листа это у нас семена фенгеля чайную ложечку гвоздичка 6 достаточно это у нас ягоды можжевельника французы без можжевельника практически ничего не делают они его обожают тоже положим с вами 7 штук 7 ягодок душистый перец давайте положим тоже штук 6 это у нас с вами черный перец горошком чайную ложечку и нам понадобится буквально половинка мускатного ореха можем его прям целиком это старо-французский рецепт именно так варили соус жю 200-250 лет тому назад теперь все это дело ставим на плиту добавим до кипения опять снижаем температуру и варим еще два два с половиной возможно три часа посмотрим по содержанию и как будет выглядеть соус прошло у нас три часа вот так вот у нас все это выглядит теперь давайте процедим выбираем потихоньку косточки мясо и все в ситечко недаром этот соус называется соус мусорного ведра через мелкая сито наш соус практически готов но надо его поварить еще вот посмотрите что у нас с вами получилось вот сейчас вот то что нужно видите в итоге у нас получилось грамм 800 готового продукта мы потратили с вами 9 литров воды и почти четыре килограмма различных мясопродуктов видите как он ленивый стекает красота это говорит о том что он очень хорошо уварился в любом случае это сейчас основа здесь нету соли здесь нет лишних специй это скажем так строительный материал на основе этого соуса жю вы можете приготовить бесподобный перечный соус для ваших стейков если вы смотрели мое видео чесночный крем то соедините чесночный крем с этим соусом это будет прекрасный соус для курицы для ягненка и для других различных видов мяса нет скажем так конца и края фантазии каким образом вы можете использовать этот соус единственный момент о чем я хочу вас предупредить никогда не используйте копчености не используйте бекон не используйте копченые кости потому что если этот соус является у нас скажем так базой то какие копчености могут быть там вот представьте что на основе этого соуса вы собираетесь сделать для стейка вы собираетесь сделать с чесночным кремом вы собираетесь добавить сюда например грибы и тому подобное и получится что у вас все эти разновидности будущих соусов будут на один вкус поэтому не нужно добавлять ничего лишнего вот только те ингредиенты которые на сегодняшний день вы видели в нашем видео все я вам все уже сегодня рассказал и показал а теперь хотел бы его попробовать и подвести итог ребята это невероятно просто невероятно до какой степени он полный вкуса это нереальная вкуснотища не зря французы придумали этот замечательный соус я его выливаю в контейнер закрываю крышечкой и оставляем на ночь в холодильнике прошла ночь вот наш соус смотрите как он застыл он выглядит практически как резиновый а сейчас мы его с вами вытащим вот делайте такой трюк ставите в горячую воду и он сразу сам отделится но просто невероятно соус вот это вот наш базовый коричневый соус нереально вкуснятина давайте теперь этот соус упакуем я предлагаю вам его разрезать вот у нас с вами получилось 6 кусочков я сделал намеренно разного размера для того чтобы допустим если я собираю сделать соус на 3-4 человек я использую поменьше если у меня к примеру за столом пять человек я использую побольше берите кулечек положили в кулек выдавили воздух мы собираемся его хранить в морозилке поэтому нам лишний воздух не нужен я вам уже рассказывал в одном из своего видео что наш враг это воздух враг наших продуктов поэтому делайте практически герметично вот таким вот образом мы упаковываем с вами наш соус ложим в морозилку и храните его максимально год ну конечно же лучше каждый раз приготовить свежим ну что увидимся в следующий раз пока